Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 26 марта вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Россия кватирует экспорт подсолнечного масла и шрота. Стоимость посевной выросла на 20%. Транснациональные компании накажут за рост цен. Эти и другие новости далее в выпуске, которые выходят при вашем непосредственном участии. Мы благодарим каждого, кто поддержал наш проект донатами. Кто помогает распространять эти видео, комментирует их и делится с нами своими новостями. Минцельхоз России предложил правительству ужесточить правила экспорта масличных и продуктов их переработки. По информации источников в отрасли, идеи по регулированию состоят из четырех пунктов. Во-первых, увеличить ставку заградительной пошлины на маслосемена подсолнечника и рапса. Она должна составить 70%, но не менее 490 долларов за тонну. До сих пор пошлина на подсолнечник составляла 50%, но не менее 320 долларов за тонну. На рапс 30%, но не менее 165 евро. Во-вторых, Минцельхоз предлагает квотировать экспорт масла объемом в полтора миллиона тонн. На масло, вывезенное в рамках квоты, будет действовать уже известная плавающая пошлина. А если же экспортеры попытаются вывести больше масла, то им придется заплатить фиксированную таможенную пошлину в размере 70%, но не менее 1000 долларов за тонну. Третий пункт – введение квоты на экспорт подсолнечного шрота. Квота составит 700 тысяч тонн. Внутри нее может будет действовать плавающая пошлина. Пошлина будет рассчитываться по той же формуле, по которой рассчитывается пошлина на ячмень или кукурузу. От цены, которая превышает базисный уровень 185 долларов за тонну, придется заплатить 70%. Квоты и на масло, и на шрот предлагают распределять между экспортерами по историческому принципу. Ну и, наконец, четвертая мера – сохранить пошлину на экспорт сои в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну. При этом экспортировать сою можно будет только регионам Дальнего Востока. Информация о том, когда будут введены эти ограничения, противоречивая. Есть данные, что меры примут уже 1 апреля, хотя глава масложирового союза Михаил Мальцев утверждает, что квота по маслу начнет действовать с 15 апреля, а вот пошлину наш рот ведут 1 мая. Предполагается, что квоты будут действовать до конца сезона, то есть до 1 сентября. Есть также сведения, что правительство может ввести пошлину на экспорт льна в размере 20%, но нам не удалось подтвердить эту информацию. В этом году на сев всех культур потребуется не менее 1 триллиона рублей, пишет издание «Коммерсант». Затраты по сравнению с прошлым годом выросли минимум на 20 процентов. Причина – рост цен на семена, средства защиты, комплектующие к сельхозтехнике. Аналогичные оценки представил «Союзмолоко» 21 марта на заседании Госсовета по сельскому хозяйству. По данным Ассоциации, льготные кредиты и те 26 миллиардов, что выделены системообразующим предприятиям МПК, покроют лишь 30% от необходимой суммы. 150 миллиардов получат сельхозпроизводители по программе льготного кредитования еще 200 миллиардов смогут занять системообразующие предприятия по своей программе поддержки. В Минсельхозе отвечают, что говорить о нехватке средств на посевную преждевременно. Эту новость нам хочется обогатить еще двумя наблюдениями. Во-первых, альтернативным взглядом на поддержку аграриев. На прошлой неделе состоялось заседание Совета Торгово-промышленной палаты России по промышленному развитию и конкурентноспособности экономики России. Председатель Совета, а также известный бизнесмен Константин Бабкин продемонстрировал такой слайд. Из 300 миллиардов рублей, которые тратит государство на АПК, 90 миллиардов идут, по сути, банкам. Так вот, здесь вот тезис такой, что от проводимой модернитарной политики пострадал агропромышленный комплекс малый и средний бизнес. Вот все говорят, что да, сельское хозяйство у нас субсидируется, оно получает поддержку. Это действительно так, и благодаря этой поддержке начало сельское хозяйство развиваться. Но в чем это состоит, поддержка? Это львиная доля, это субсидии на выплату кредитов. То есть это не крестьянам деньги достаются, а уходят в банки, а через них в Центробанк, который отсасывает с помощью ключевой ставки деньги из сельского хозяйства. Вот эта поддержка, она могла бы носить гораздо более весомый характер, если бы не была у нас более внятная монетарная политика. В качестве альтернативы Константин Бабкин предложил снизить ключевую ставку. Заявления Центробанка о скупке валюты уже несостоятельны, так как и валюту в России приобрести практически невозможно. Также можно снизить налоги, ввести высокие экспортные пошлины на металл и энергоресурсы, чтобы обрабатывающее производство в России было выгоднее, чем простой сырьевой экспорт. Ватсапе фермеры много раз пересылали друг другу отрывок выступления замминистра промышленности Виктора Евтухова, который требовал снизить цены на металл. По словам Бабкина, после вот этого выступления металл подорожал еще на 17%. И вот второе наблюдение, которое касается затрат на сев. Мы получаем жалобы от фермеров и хозяйств на то, что некоторые поставщики необходимой техники, запчастей, средств защиты резко увеличивают цены на уже оплаченный товар. Компании в одностороннем порядке увеличивают стоимость товара, либо если контракт этого не допускает, просто разрывают договорные обязательства и вынуждают фермера приобретать все то же самое, но по новым ценам. Особенно болезненная эта ситуация для тех, кто покупал комбайны. Дилеры не только увеличивают стоимость, но и откладывают дату поставки, так что можно не успеть к уборке. Впрочем, подписанные аграриями договоры позволяют дилерам это сделать. Если вы столкнулись с похожей ситуацией, пожалуйста, напишите нам на почту, и мы будем вместе думать, что с этим делать. Только помните, что с анонимками мы не работаем. Продолжаем рубрику, что сделало государство, чтобы спасти аграриев от санкций. Правительство выделяет дополнительно 2 миллиарда рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом. Зерно, семена сои и рапса, овощи, рыбу и рыбную продукцию можно будет возить вагонами по льготным ставкам. Продукция может быть отправлена из Краснодарского окрая, Дагестана и других южных регионов, в Приволжский и Уральский федеральные округа, а также в Крым и Севастополь. Ранее на льготные железнодорожные перевозки было выделено 2,3 миллиарда рублей. С дополнительными 2 миллиардами объем перевозок по льготным тарифам увеличится до 1 миллиона тонн, планируют в Минсельхозе. Говоря о поддержке государства, нельзя, конечно, не отметить активную работу Росельхознадзора, который пытается смягчить проблемы и с импортом премиксов для животных, и с импортом инкубационного яйца, и с поиском препаратов, необходимых ветеринарам. Насколько успешна эта работа, вам виднее. Ну а пока только факты. По данным Росельхознадзора, доля отечественных лекарственных средств, которые используются в ветеринарии, является значительной, но все же уступает за рубежом. доли зарубежных продуктов. Кроме того, за последний месяц произошло значительное подорожание указанной продукции, причем как импортной, так и отечественной. Представители крупных российских производителей иммунобиологических и фармакологических лекарственных препаратов разъяснили, что рост цены произошел в пределах 15-20%. Это связано с привлечением новых поставщиков, субстанций и расходных материалов. Производители заметили, что долгосрочные контракты могли бы снизить стоимость отпускаемых препаратов. В Минсельхозе ответили, что лекарствами для сельскохозяйственных животных страна обеспечена. В прошлом выпуске мы говорили о проблеме молочных заводов, которым не хватает материалов, чернил и стикеров, чтобы наносить обязательные датамак-трецкоды на молочную продукцию. Переработчиков молока на этой неделе поддержал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он поручил администрации подготовить письмо федералам с просьбой приостановить требования по маркировке. Вопрос еще не решен, а тем временем у производителей продуктов возникла новая проблема. Тверской суд Москвы признал одну известную американскую интернет-компанию экстремистской организацией. Компания владеет двумя социальными сетями, которые в России были популярны, но в настоящий момент заблокированы Роскомнадзором. Проблема же заключается в том, что многие производители продуктов, чтобы популяризировать свой бренд, заводили в этих соцсетях странички. На упаковке продуктов, йогуртов, сосисок, макарон публиковали логотипы этих соцсетей. Теперь, поскольку владелец соцсетей признан экстремистской организацией, печать логотипов на упаковке продуктов может рассматриваться как публичная демонстрация символики экстремистской организации. Это грозит административным штрафом и конфискации предмета, который демонстрируют. То есть сосисок, йогуртов и макарон. Что с этим делать не ясно. Ассоциация Роспродсоюз просит генпрокуратуру подтвердить, что производители продуктов вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на эти соцсети. В противном случае пищевой промышленности придется срочно изготавливать другую упаковку, что выльется в очень большие расходы, поскольку с начала года цена на материалы из полимеров и картона выросла на 65-95%. Депутаты Госдумы и общественники обратились в ФАС и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать компании Coca-Cola, PepsiCo и Procter & Gamble за провокацию ажиотажа, повышение цен и разгон инфляции. Как заявил глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов, иностранный бизнес умышленно повысил стоимость по ряду позиций, чтобы дестабилизировать экономику России? Дальше всех в этом вопросе пошла компания Procter & Gamble, которая анонсировала рост цен на средства для уборки на 74%, на товары для красоты на 67%, на средства для бритья 65% и т.д. Повышение PepsiCo не столь существенное, соки 19%, кофе 30%, Coca-Cola обещала рост цен на соки и снеки 19%, на молочные продукты – 13,7%. ФАСПы обещали разобраться, если потребуется принять меры. Крупнейшая выставка в сфере АПК индустрии гостеприимства «Сиал Чайна» пройдет без участия российских компаний. Несмотря на то, что проводится она в дружественном Шанхае, собственником выставки является французская «Комэкспозиум», которая отказала российским производителям в заявках. Своё решение компания объяснила текущими политическими и экономическими ограничениями. В выставке должен был принимать участие известный донской кооператив «Маяк», который поставляет за рубеж продукцию переработки нишевых бобовых культур – чечевицы, нутой гороха. Любовь Дмитриевна добавила, что экспортеры попробуют обновить продукцию, собранную в шоуруме, направив ее почтой. Ну и хорошая новость напоследок. Гидромедцентр России отметил, что в этом году погода благоприятствует озимым. На данный момент, на 23 марта, просто с удовольствием можно фиксировать, что прогнозы валового сбора озимых хорошие. Именно так сказал руководитель организации Роман Вильфанд. По его словам, в основных зернопроизводящих регионах, прежде всего это Юг России, а также Северный Кавказ, стопроцентные показатели по хорошей вегетации озимых. Вильфанд отметил, что обеспеченность почвы влагой в этом году хорошая, по-настоящему хорошая. Что ж, друзья, давайте в это верить, и да будет зерно, и, конечно, цена на него. Комментируйте, что у вас происходит. Пишите нам на почту, если столкнулись с разрывом контрактов, и будьте здоровы, оставайтесь с нами. До свидания.